И вот он, первый пик от команды Ньюби. Привет, Сайлар! Ксяо 8 на беспроигрышном Фурионе на этом турнире. У него еще не было ни одного поражения, кажется, на этом герое. 8-0, Ксяо на Фурионе. И просто-напросто сразу Ньюби говорит, ребят... Вот это вот, знаешь, вот это... Перекидывается взглядами. Я вижу тебя и так далее. То есть это самое главное. Мы понимаем, что огромное количество героев Ньюбани — это Shadow Shaman Shaking 2. Два очень сильных суппорта. И эти суппорты очень сильны на любой стадии до 20-й минуты, скажем так. Но у Вичи игры больше 20-й минуты редко доходили. То есть они переваливали за 25-30, там уже начиналось вот что-то непонятное. Да, там уже какие-то, возможно, были качели. Да, потому что обычно противник берет там хоть какой-то лейт. У Ньюби, точнее, не у Ньюби, а у Вичи Гейминг лейт такой себе, средненький. Но вот мы видим Shaker и Shadow Shaman. И сейчас команда реддитов должна понимать, что легко не будет. Залетает нам Ancient Operation. Это вот та, помнишь, глобал страта, которую мы видели, аппарат и профит, когда просто залетает одна ульта, вторая ульта, все битые, все не могут регениться. И как дальше транса. Ну, в принципе, опять-таки, на ранних левелах все очень круто получается. То есть на шестом левеле можно будет делать фраг абсолютно на любом герое или даже на двух. Суть в том, что они будут добирать. Будут ли сейчас добирать, например, Ньюби Нигму какую-то? Или же это действительно будет стратегия построена на том, чтобы толкать линии? Вот Вивер в бане. Странный как-то банк против Вивер в бане. Ну, вот даже не то чтобы странный. Это скорее показатель того, что контроля, возможно, будет не так много у Ньюби в дальнейшем. Потому что Вивер именно этим отличается. То, что если у вас суппорты не имеют станов, эскейпов, то Вивер обычно именно их кушает в первую очередь. Потому что он пользуется уязвимостью, пользуется тем, что его не могут контролировать, не могут остановить. И там потихоньку полигонику съедает. Так вот, если бы Вичи Гейминг играли, я думаю, Вивера бы они точно не забанили. Потому что у них уже и Шейкер, и Шадоу Шаман. Они Виверу объясняют, как бы, что почем. Как бы тут Вивер вообще не смотрится против таких двух суппортов. Но Фурион Виверу ничего не делает, и в Ancient Operation тем более. Именно, именно. То есть он очень неприятный. И этот герой также достаточно универсальный. Можно, конечно, собирать его в какой-то суперлейт. Но можно собрать ему ПТ, Аквилу, медальку и ходить вырезать людей. Как мы это видели там на разных турнирах. Я помню там Silent на DreamHack, кажется, или где-то он там раздавал. 22-0 или что-то такое там. Да, что-то в этом духе. То есть он был действительно агрессивный из самой ранней стадии Вивер. Ну и вот мы видим также, также минус Ember Spirit. И также очень мобильный герой. Ну вот и тоже достаточно сильный в мид-гейме за счет своего спеллшилда. Ну то есть вот действительно продуманные, хорошо выверенные баны от команды Newbie идут. Да, да, да. Но вот они таким образом показывают то, чем они будут играть. Что будет много магии, что будет мало контроля. То есть какие-то АОЕ, какой-то просто мощный замес. Ну и то, что будет у них мало контроля. В принципе, возможно, Вич и Гейминг будут использовать некоего Брюмастера, например. Для того, чтобы драться на ранних стадиях. Возможно. Опять-таки, мы уже подзабыли немножко про тренды группового этапа. Разор с Каверсмах Брюмастер. Все меньше и химич. Ну Разор в бане постоянно у нас оказывается. Вот, кстати, про Разора не особо-то и забыли. Ну это да. То есть имеется в виду, что вот общего этого комплекса героев. Да, общий набор, конечно, сильно изменился. Разор, просто люди наконец поняли, что да, если вы деретесь на ранних стадиях, то Разор, он также весьма универсален. Он может за счет плазма Филда и высасывал какие-то мы на пятой минуте нарезать, и на пятнадцатой минуте нарезать, и на тридцать пятой минуте нарезать. Вайпер, хорошо. Ну и Ротикей задумался. Ротикей, который вчера был просто нереально счастлив, который на таких эмоциях здесь бегал, он давал интервью. Ух ты. Я угадал Брюмастера. Я читаю катку, как обычно. Ты что? Читун от бога. Третий пик. Третий пик команды Ньюби. Ну а здесь, скорее всего, будут добирать нечто ауешное, но, может быть, заедет какой-то Рубик, потому что воровать есть что именно в качестве второго суппорта, и с аппаратом они неплохо тоже сочетаются. Ну и просто добрать побольше оранжевиков. Интересно. Кстати, я тут пока идет пик, посматриваю все-таки твиттер. Вы мне уже, наверное, полчаса присылаете фотографии вас при просмотре этого матча. И очень много фотографий, вот как Ваня говорил, к нашей нарядке говорили попстопом. Мы, конечно, присоединяемся к аплодисментам, которые были для всех, кто в попстопах. Конечно. Отдельный я обещал просто, я обещал. Отдельный привет товарищу Рустаму, который сейчас сидит в Казани в подстомпе. Рустам, привет. Жаль, что, к сожалению, не смог Рустам попасть сюда. Присоединиться к нам. Да, 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 да. Но он там, Рустам, поставьте ему пиво кто-то. Сейчас просто на наслужили кружки. За наш счет, да, 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 да. Он там смотрит. Привет Екатеринбург, конечно же. Ну и Киев, Киберспорт-арение, и кинотеатр «Октябрь» в Москве. Там много-много-много-много мест смотрит нас. Одесса, как всегда, чудесный попстоп. Я уверен, что Леша Вайтра нас там смотрит. Да много кто нас сейчас смотрит. Да, все смотрят. Внимание сейчас приковано к этому турниру. Да, и, ребят, если у вас есть друзья, которые не совсем знают, что такое киберспорт, то присылайте им ссылку, потому что сейчас, наверное, это один из самых идеальных моментов для того, чтобы с киберспортом познакомить кого-то, кто в этом самом киберспорте не разбирался до этого. Да, 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 кто, возможно, имеет какие-то намеки, но... И вы посмотрите, какого героя у нас пикнули. Вот недостаток контроля пытаются компенсировать. Вот Ньюби и Каспер прав. Вот так вот просто. Вот так вот. Да, есть у меня палец смерти. Самое главное – палец, палец элитный. Палец у меня топовый. Вот понимаешь, Витя Гатхант как будто знал, что вот сейчас будет пикнуть Леон и перенес Касперу этот палец смерти перед игрой. Да, там сейчас в секрет-шопе с каждой покупкой раздают эти пальцы смерти. Я уверен, там сейчас полный зал должен быть этих пальцев. Ну, они плохо, видимо, продавались или... Ну, может остались там, да, уже последний день там раздают. Действительно, а что им оставлять эти пальцы? Да. Так, ну и вот, показывает нам сейчас команду Вичи. Фай задумался. Четвертый пик. 25 секунд – это уже бонус тайм. Есть еще 45 секунд резерв тайма у Ньюби и у Шао Эйта. Все-таки Шао Эйт, правильно? Мы не переучимся. Я думаю, рано или поздно мы переучимся. Мы все равно привыкли в артилейский язык. Ксяу, Ксяу. Ксяу, Ксяу. Ну, Шао, Шао. Дюдон говорит Шао. Шао Эйт. Шао Эйт. Клакборк. 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 Ну, был бы сейчас бонус 7 на сцене, я думаю, зал бы еще громче кричал, чем вот сейчас такие вяленькие аплодисменты прокатились по ки-арене. Нету супергениальных пиков, поэтому так... Тише. Ну, пока-пока все очень-очень... Интересно. На пике мне очень нравится, у Вичи очень агрессивный пик. Очень боеспособный, причем у Ньюби он пока не настолько мощный для того, чтобы отбиваться от натиска подобных героев. Потому что Фиссура, Эзершок, Ракета и Клэп убивают пока что трех из трех героев Ньюби. Ну это да. Вообще три из трех. Без шансов вообще. Реально без шансов. Ну вот, не знаю, какого мидера будут забирать Ньюби. Будет ли это Алхимик, которого некоторые привыкли видеть на центральной позиции при вот таких отпушах? Ну, как бы тут и нечего толком отпушить, как бы. Ну, типа как, Алхимик против чего? Против вардов? Нет. Ну, против... Не дело что. Алхимик, он в принципе мешает частенько достаточно. Ух ты! Мы видим лайфстилера. Ну что ж. Клином, да, решили выбить, ну, лайфстилер. Довольно нестандартные пики. Вот я ожидал, что немножко по-другому будет выглядеть вообще драфт. Ну все ожидали, что одна-вторая команда будет друг друга попытаться передрафтить с точки зрения кто быстрее того раба будет забирать. Но тут мы видим и одни, и вторые. Ну вот, смотри, у Ньюби мне сейчас на самом деле все очень сильно нравится по одной простой причине. Потому что Найкс, он плевать хотел на Шадоу Шамана, Шейкера и, в принципе, Клокверка с его Блэйдмейлом. Даже если он появится там достаточно рано. И много милишников у Вичи. Неповоротливый Шадоу Шаман, если только у него даггер не появится. Это значит, что для Найкса будет мясо. Еда. Но Бан Пака очень хороший. И про Дума. Ты посмотри, Дум дожил до последнего Бана. Это вообще какая-то фантастика, да. То есть Дум, который у нас редко переживал первый пик. Не говоря уже там, да, втором или третьем. Доживает до пятого, точнее, до десятого Бана. Но здесь Дум, в принципе... Нет, Дум... Оооо... Лондруид. Вспоминаем, вспоминаем опять-таки Лондруида в исполнении Вичи Гейминг в групповом этапе. И вспоминаем ту самую легендарную игру, когда они зашли на хайграунд. Против команды Ньюби в группе они играли. 14 минут. Да, и они снесли Т3 при счете 0-0. Но они просто давили. С Лондруидом. Драться не было там смысла никакого, потому что... А что здесь делать с Лондруидом? Объясни, что вот эти четыре героя делают с Лондруидом? Вот он, Алхимик. Алхимик есть, да. Все от кого от*****, потому что Мишке все-таки армор понижать не помешает. Так... Ооо... Лондруид это, конечно, мощная штука. И... Будет, возможно, его сложно убивать. Но... У ребят из Ньюби все-таки имеется очень мощные заклинания. Очень мощные дэмждилеры. И мне кажется, что у них получится пободаться. Если, конечно, Вичи сейчас не вытворят что-то феноменальное. Ну посмотрим. Посмотрим. Нас в Миде ждет очень интересное противостояние. Алхимик против Брюмастера. Саншэнк, Банан, свои герои расхватали. Фенрир и Фай тоже, понятное дело, на саппортах, которыми чаще всего они играют. Ну и капитаны, оффлейнеры. Клокверк by ROTK и Nature's Profit by Xiao8. Называйте, как хотите. 10 секунд до старта первой игры. Весь мир ждет. Да, первая игра начинается прямо сейчас, друзья. Ну и... Не знаю, можно еще раз, наверное, сказать, кто на ком играет. Возможно, кто-то не рассмотрел. Сайлар будет играть на Лондруиде. Супер. Брюмастер. Там, ROTK у нас уже на телепорте улетел на клокверке ставить ворды. Ну и на базе остаются у нас два суппорта. Фенрира и Фай на Шейкере и Шадоу Шамане, соответственно. Да, у Ньюби Му пошел в мид на Алхимике. Хао играет у нас на Lifestyle или Sunshine играет на Nature's Operation. Банана на Леоне и Xiao8, называйте, как хотите, играет у нас на Nature's Profit. 0-0, Best of 5, первая карта. Победитель получает 5 миллионов долларов США. Проигравший получает 1 миллион 400. Вот такое, эти гроши, как обычно. 5 миллионов долларов. Да, вообще, если что, мы тоже вчера обсуждали этот призовой фонд и подсчитывали турниры в профессиональных видах спорта, где есть примерно такие же суммы. И насчитали мы немного таких турниров. Ну, есть только топовые соревнования по гольфу. Уимблдон, да, вообще не обсуждается. Уимблдон и может быть покер. Соп. Все. Больше так заработать нельзя. Ну, конечно же. Этими играми не заработаешь себе на жизнь. Согласен. Согласен. Бросай играть, сынок. Иди в школу. Иди учись, или иди еще там что-то делай, как говорят наши мамы. И правильно говорят. Ну что? Потому что выигрывают единицы, а делать что-то надо. Хотят все. Но в любом случае, смотреть это не играть. Поэтому объясните, пожалуйста, своим родителям, что это Grand Final International. И не важно, что он будет идти до 5 утра, а завтра на работу или куда-то еще. Это пропускать ни в коем случае нельзя. Потому что про этот матч, как и про прошлогодний финал, будут говорить целый год. И только о нем. Поехали. Да. Поехали. Линии, кстати, выглядят весьма стандартно. За исключением того, что Ньюби предпочли уйти в сложную свою линию. Там у нас, слышу кофер, коги ставят. Но вот, трипла на триплу. Очень интересное противостояние. Очень мощная трипла у Вичи Гейминг. Не менее мощная трипла у Ньюби. Причем и у одних, и у других есть неплохая инициирующая составляющая. Вот как мы видим, да. Можно начинать с фиссуры драку. И идти нападать на каких-нибудь суппортов. С другой стороны, Ньюби могут точно так же на пофиге через чилинг-тач два рейнджа расстреливать. Неважно, кого. И лайстилер под рейджом, под open wounds просто кого-то убивать с руки. То есть убить могут и одни, и другие. Посмотрим, кто лучше исполнит. Да, ну, довольно тяжело будет, конечно, сделать фраги Ньюби на этой трипле, потому что, как бы, наличие шейкера обязательно... Ну, тут как-то... Честовато-то Финри фиссуры бросает. Непонятно, зачем он это делает, если честно. Он его еще в кларете поушен и бил, кто-то остались. Ну, как бы, линия отпушится. Он же, если бы он бил по героям, это одно. Но он же бьет по крипам и, как бы... Ну, какой в этом общий смысл? Не особо, я понимаю. Ну, может быть. Может, хочет отрезать пути обхода для суппортов, чтобы просто запушить линию по Тауру и из-под Тауру далеко не выбегать. Вот сейчас суппорты, да, пытаются зайти на магазин. Заходит туда банан. Банан начинает кушать медведь. Банану отрезали. Так, проблемы огромные у бананы. Банана получается сейчас. Очень большие проблемы у бананы. Это, возможно, будет ферстблат. Заходит за Леоном. И это, кажется, первая кровь. Пай. Пай. В ответочку. Хао включает рейдж. Пробивает Хао. Тут залетает сюда Фурион. Есть ответка. Фурион. Спрутов у него нету. Финриро будет с руки избивать. Не может Челлингтач им помочь. Также Паришин. Но... Вот так вот. Ошибка бананы. Явная ошибка бананы. Он увидел, что пошел Хао за тапком. Хао вот здесь. Купил тапок. Банана почему-то пошел аж сюда за своим стиком. Да. Ну, не знаю. Может, немножко загулял. В любом случае, очень качественное исполнение с одной и с другой стороны. Ошибаются одни. Сразу же наказывают их другие. И видим, что оба коллектива очень сильно подготовлены. Мы видим, приходит Хао. Хао нападает на Хао. Хао теперь не мог в виде погиб. Смотри, закрывает здесь Хао 8. И забили его тут руками. А вот просто убегает. Отличная игра у Твичи. Отличная игра от суппорта в первую очередь. Да, да, да. Очень неожиданно переместился у нас на нижнюю линию Shadow у Шаман. Но в миде Супер. Пока мы этого не видели. Мы смотрели, как снизу убивает вся Уэйта. В миде Супер в Соло делает фраг на Му. И у Супер скоро будет шестой левел. В то время как у Му на данный момент пока четвертый. Вот это очень странно. То, что он в Соло смог забрать Алхимика. Конечно, без ульты Алхимик достаточно слабый. Но, тем не менее. Ну, как же так можно было подставиться, да. Смотри, Фуай находит еще и Саншенга. Туда и ракета. Ну, это просто такой плановый харасс. Хотя, слушай, плановый харасс, возможно, пойдет сейчас не по плану у Саншенга. Капок-то есть у Фуай, а у Саншенга его нету и не хватит маны. Вышка, вышка, вышка. Вот вчера у нас как раз НС во время такой беседы обычно говорил, что Фуай просто бешеный. Это один из самых агрессивных суппортов. Исмайл тоже про это говорил. Что ребята просто топовые. Что они показывают какие-то невероятные вещи. Что на них нужно равняться. Кстати, вот отличное замечание мне пришло в Твиттере. Я не обратил бы на это никогда внимание. Что вот как бы мы это к миде, Му нас супер напал, но это будет погоня за руной. Как бы мы ни ненавидели, ни считали, ни трендовым героем проблемы Лондруида, он был пикнут во всех последних трех гранд-финалах. Му не сможет тогда даться нейтралом. Не сможет, конечно. Драконы были близко. Да. Му просто не добежал, не хватило ему буквально чуть-чуть. Хао, отрезали. Медведь начинает его избивать. Корней еще нету. Да, корней еще нету. Да, до пятого уровня еще немножко. Скоро прокачает кнопочку. Да, Лондруида. Смотри на низ. Конечно, прикольно. Его использование изменилось. Да, вот смотри, сейчас РТК действительно будет... О, все, он зажал его. Зажал батарейки. Без вариантов для Ксяо 8. Сеточка. Тарья, тарья. Это фраг. Вьючи Гейминг 5-1. Четвертая минута. И, конечно же, Супер, который в миде делает два фрага. Он вносит очень-очень огромную лепту вот в это все. Но дважды убить Ксяо 8 в начале игры – это тоже удар. Что у Ксяо 8, да, у него есть фейзы, у него все равно появляются фейзы. Все равно мы помним, например, вчерашнюю игру Сайлера, когда он начал против Evil Genius'а с 0-4, потом даже 0-5. Но в итоге на 20-й минуте он уже был топ-1 по Нетфурсу, то есть... Ну, Ксяо 8 Фурионе тоже может частенько отдаваться в начале матча. Причем это практически ничего не меняет. Ты видишь, что сейчас происходит? Ксяо 8 бежит пешком на линию, учитывая, что у него есть и ТП, и Телепортейшн. Он знает, что его могут навалять, если он сейчас прилетит неожиданно, и потом либо одно, либо другое будет удар. А так он просто дает время противнику подумать, что... А что же он делает? А куда же он пошел? Ну и смотри, вот просто он сам берет и уходит в лес пока. Да, понял. Ксяо на линии пока ему тяжеловато. Фейзы есть 140 хп, есть хукшот у Ротикея, и как только он видит Ксяо 8, сразу же будет влетать на него. Ну и Ротикея дает еще свободу. Ротикея приобретает себе ПТ-шку. Он становится уже очень мощным, и в принципе можно ожидать его вылазки на топ. Так же мощно-то отъедается Хаос фистов. Вот он просто... Медведь его начинает харасить. Медведь ему дает три тычки. Хаос одного удара отъедается. Тут атака на Му в миде. Му ловят! Да, его кажется тоже поймаете. Файя! Файя дает прокаст, и это минус! Сяо 8 зачем летел? Сяо 8 будет ли Клэп? Но здесь же Сан Шэнг. Супер бежит до конца. 2 секунды до Клэпа. Все-таки поймает Сан Шэнга. Сан Шэнга убивают. И... Супер тут выживет, Супер выживет. Слишком жирный бремастер для таких замесов и пассив к третьему уровню. На топе. Проблемы у Сайлора. Копает его банана. Сайлор бежать. Один удар. Сайлор будет подставать хаупу. Взбита не хватит. Сайлор уходит отсюда. И ульта. Ульта Фуриона все-таки настигла. Очень близко был Сайлор от того, чтобы убежать. Но если бы еще и Сайлор скрылся, то это был бы огромный удар по настрою боевому. Потому что когда вот такие вещи происходят, когда вы никого-то не добиваете на маленьком количестве здоровья, когда вас убивают наоборот в таких ситуациях, это очень сильно давит. И начинаешь допускать ошибки. Тем более в финале такого турнира как The International. Фантастическое начало игры. 7 минут прошло. 7-2. Просто еще один огромный привет всем вот этим любителей штампов под названием «Китайская дота». Передают сейчас оба коллектива. Тот экшен, который мы от них ожидали, команды нами дарят. Просто нон-стоп перемещение. Нон-стоп какие-то драки. Ну и посмотрим, что будет дальше придумать команду. У Сайлора нету Медведя. Медведя, я так понимаю, он потерял. Ибо на базе он тоже не регенится. Да, потерял он Мишку. И, кстати, еще 5 секунд у него не будет этого самого Мишки. Ну, пока что в рейнжовой форме стоит. Крепочков старается добивать. Тут Финрир рядышком тусуется. Ворда уже нет. Восьмая минута пошла. Ворды попадали. И теперь нужно быть максимально осторожным. Да, вот мы видим на Му. О-о-о! Ротека влетает с Кукшона. И это, кажется, минус или нет. Отлично подстрелил Банана. Хотя Му живет. А, есть ультимейт Сальсаншайн тоже может встрять. Но Му топил бы, наверное, сам Ротикей. Зачем же убежал сюда? Мид. Супер. Ну, да ладно. Там два суппорта. Мало ли еще кто-то подтянулся. Видимо, не захотел рисковать. Просто на верочку забирают Алхимика. 0-4-0 у Алхимика. И у Му такие же неприятности, как, например, у Дэнди были против Клауд Найн, когда он играл на Банше. Да, когда просто-напросто в мид приходили раза три, его убивали. Ну, а здесь Брюмастер, который 2-0-3, Брюмастер, у которого Даггер появится на восьмой минуте. Если он на топе сейчас сделает фраг, а нету инфы, нету вижена, нету вардов на нижней линии, только стоит бат. И это проблема. Рейдж Тепао. Сейчас корни пройдут. Да, да. Рейдж Тепао должен делать. Сразу же. Пытается убежать, но от Брюмуастера на хасте он убежит, или от кого? Да, 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 да. Это минус. Сейчас тики. Иииии будет Клэп, Клэп через секунду. ААХ, хорошо. Промакивается. Фрео, Супера зажмут, Супера з choisнут. Это уже фейл от супера, не надо было давать этот быстрый клэп, было понятно, что лайфстилер там будет как-то мансить, будет пытаться увернуться. Ну наглость, когда ты чувствуешь, что все у тебя круто, надо нестись, надо вот еще этого, еще этого, еще этого, но в итоге мы видим, что еще этого не получается. Ну на кураже понесся бремастер, понял, что он и так уже очень сильно доминирует, да он и должен был убивать этого лайфстилера, по идее. Ты думал, у тебя же хаста, ты его все равно догонишь, зачем он такие клэпы вслепую, ну пойди ты просто рейт-кликом по лесу поклацать через атаку, просто догонишь его. Только увидел в радиусе до поражения, сразу шваркнул и все, и победа. Да, у Сайлора тем временем 1800. Эфай пытается улететь и Эфай улетает, отличная скорость реакции от Шаду Шамана, сразу оценил обстановку, здраво понял, что ему сейчас наваляют. Ну и мы понимаем, что сбивать в принципе может Банана и Алхимик, Unstable Concussion, не самое огромное, не самое идеальное количество стана имеется в пике у команды Ньюби. Ну и они сейчас абсолютно ничего не могут сделать Сайлору, туда наверх вообще никто сейчас, наверное, не пойдет. И Сайлор на 10-й минуте уже имеет 2100 голды, и у него все просто отлично. Ну Брюк, кстати, по-прежнему без даггеров, пробежал туда, умер и не вынес даггер, но у него есть ультимайт, а здесь очередной смоуганг, но только вот куда? В тавер, наверное. Ну а почему бы нет, в Медвед есть что-то в еще, есть у Варды, есть, Варды, есть, да. Ну все нормально, все, можно заходить, можно сносить вышку, при этом никто мешает, скорее всего, не будет. Пошел Глиф, сейчас Эфай, наверное, отменет Варды, или нет, Эфай не будет, скорее всего, спешить. Возможно, Эфай оставит Варды для того, чтобы задефить свою вышку внизу, потому что Глиф есть у ребят из Вичи Гейминг. И пошел телепорт от Клокверка. Должен быть Глиф. Да, вот он Глиф. Есть тут Брюмастер. И пока Рава нету. Есть только Брюмастер и Клоквер, который выбрал позицию. Тауэр у нас не денайбл. Три хп осталось у Тауэра до того, чтобы ставить денайбл. И мы видим, вышечку не смогли. Ни одни, ни вторые забрать. Все, команды начали понемножечку осторожничать. Вот этот вот суперэкшн, который у нас был в начале, побежали убивать. Он немножечко приостановился. Не, ну тут просто было все понятно изначально. Что и одни могут напасть, и другие могут напасть. Когда ты оттакуешь вышку, ты слабее, естественно, чем враг, который сидит в обороне. Так как он имеет лишнее здание, лишний дэмэдж в бою. Ну и... Все правильно, все правильно делают парни. И пока претензий нету. Такс. Залетают там очередные ракетки. Проверяют Ancient Operation, который фармит в лесу. Ну вот супер, кстати, принес уже себе он Блинк Даггер. И готов врываться. Десятый левел, одиннадцатый скоро заработает. И вдвоем с Ротикейм они уже могут прыгать просто на кого угодно. Главное, Вижен. Вот сейчас Ротикейм будет Рокетом делать себе Вижен. Вижена у него нет. Он где-то бросил ракету. И в итоге... Фармит, фармит Ротикам, да. Хорошо, кстати. Много денег, много опыта. И... В сторону они также поджимают немного. Ну и 2700 у Сайлора. Не перестаем наблюдать за количеством фарма у Медведя. Все больше и больше и больше денег. Если здесь будет ранний Радианс, то у Профета, у Леона... Да и у всех будет огромнейшая проблема. У всех реально будут проблемы. Тут очень много тонких персонажей. И все за исключением Лайфстиллера будут очень-очень сильно страдать. Конечно, Алхимик тоже вроде крутой, малый. Но... Реген у него есть. Хорошо. А бонусного ХП нету. Которая бы, наоборот, поглощала этот самый... Там Радианс. По сути, просто Ротик будет компенсировать его здоровье. Регенерацию. Му побежал на топ. Му Хаста. Му 8-й левел. У него, в принципе, нет артефактов каких-либо полезных. И на топе он... Вот Фейзи себе принес. На топе он просто находится сейчас. Ну, пока непонятно, что это делает Ньюби. А, ну, а Вичи Гейминг сгруппировались здесь у нас в... Миде. Они вчетвером на топе один Сайвер. Это будет играть 4-1, это понятно. И Ворды. Вот они Ворды. Хотят сейчас напасть. Да, пошла ракетка. Есть Вижен. Очень быстро формят Ворды сейчас Ньюби. И если ВГ сейчас не нападут, то атака захлебнется определенно. Да, не хотят нападать под тучкой. Нет смысла. Кокверк очень быстро развалится. Под тучкой еще и ультап приема залетает. Еще и вышку внизу уже забрали Ньюби. А в это время на топе Медведь пытается снести так же там. Да, но пока в соло, в принципе, никто не мешает. Вот сейчас только ты на горизонте у нас. А первый герой не убьет. Но Лайфстиллер сразу отбегает. У Лайфстиллера есть уже деньги. Есть уже готовый армлет. То есть Лайфстиллер, в принципе, на месте тоже не стоит. У Найкса все очень хорошо. Вот я, когда взяли Найкса, хотел сказать, что если вдруг его загнобят в начале, этому герою очень сложно закомбетчить. Потому что действительно зависит он от айтемов. Но Лайфстиллер с таким ранним армлетом против шейкера, шадоу-шамана. А там Клокверка он очень хорошо заходит. Он просто откусывает им по поллица там буквально с пары ударов. И ты ему ведь ничего не сделаешь. Ой, как хорошо бы зажали только что хаоу. Хватит для контроля. Ты должен был забрать, потому что куб не бьет. Да-да-да. Хаоу отбедает. Отбедает. О, я ха-слэм. Финрир потушил очень быстро все. Вот он в хаоу. Шадалити. Шадалити. Но Финрир реально не пожалел. И первый тауэр падает. И забирает его внутри. 3 700. 14-ая минута. Ребята, 3 700. Это слишком много для такой игры. Ну и посмотрим, что будет дальше происходить. Ну а дальше будет происходить покупка Сакры. Да, вот сейчас прям отправляет Мишку Сайлор на магазин. Да уже отправляй. Уже так накапает. Так, крепочка одного ты добьешь. Банана. Банана. Сейчас могут в горе не пройти. Банана. Хекс просто стреляет РНГ. Цепляет банану. И без шансов ли он отправляет в таверну. Левел 5 на 15-ой минуте. Саппорты команды Ньюби в этой игре. Очень плохие. Пятый левел оперейшн. Пятый левел оперейшн. Да, дело даже не сколько конкретно в суппортах, сколько в том, что они не могут выигрывать файты, как мы видим. Счет 3-10. Да. Они не получают опыта с фрагов. Они сами, эти самые фраги. Четыре фрага было сделано на алхимике, ну бог с ним. Но вот Саншенг раз умирал, никого не смог забрать. Дважды погибал Банана. То есть у Банана есть там еще парочка ассистов. Он хоть где-то опыт получал. Но у Саншенга тоже не слишком, не слишком гладко. Только-только пятый левел получил Апаришн. Пятый с половиной левел у Леона. Ну что ж, продолжаем наблюдать мы за игрой. И Курица летит. Пока с вардами. Я думаю, что это уже очень ценный груз летит Сайлору. Но ценный груз не должен лететь. Сайлор, он у него уже есть. Сакрад Релик, 15-ая минута. Вичи Гейминг Сайлор. Ну и продолжается. Очередная атака, кажется, будет сейчас издалека. Вот, подошли. Вверх. Тиссура. Потрясно. Бан Шейкера в следующей игре. Первым баном. Это реально. Это просто что-то. Шейкер просто офигительно все делает. Даже дело не в том, что Шейкер все круто делает. Грамотное использование Шейкеров в коллективных целях. Вот сейчас мы видим на Банану, там набросился супер-супер. То ли он решил до конца не идти, потому что Тауэр. Да, да, да. Все верно. Сайлору. В Мидии забрали уже. Ну вот Тауэр у как раз этих 800 голды. Учина, но правда идет размет, потому что на топе Мидием Тауэр забирает. Команда не убит. Вторая вышка тоже для них забрал Лайфстилер. Лайфстилер, 1200 голды. Лайфстилер, Мидием Тауэр, Хау, что ж ты делаешь, друг? Корни проходит Шейкер, сам Хау влетает на Бухау, умирает. Но Хау, но это же Хекс, это же самый быстрый спелл в доте. Банана тоже разваливается. Сюда кто-то еще подбегается. От Шейка подняли ветра. Делает ТП. Сюда у нас Муу. И тут же его просто затанкивают прямо на Эхо Слэп. Как четко играет Ротти Кейса, жертв на базе. Супер, трипл килл на базе, супер, добирает Эншент Паришна. Офигительно играет Вич Гейминг. Ну и вновь герои намного сильнее оказались, как мы видим. И даже хорошо вкусный Лайфстилер. Но это явная ошибка от Лайфстилера. Лететь под Шадоу Шамана. Ты понимаешь, что вот то место, где телепорт, у Расты идет АПМ овер 9000. Да, с его Хиггсом и ты просто не успеваешь, да. Ты не успеваешь кем бы ты ни был. Тинкером, ни Тинкером, неважно. Ты не успеешь ни Блинкаут, ни БКБ. Ты ничего не успеешь сделать. То есть там тебе может повезти, вот именно повезти. Если у тебя там попался какой-то тайминг между этими 9000 кликов в секунду Шадоу Шамана, то да, тогда у тебя может получиться прожать Рейдж. Ну и что, как бы, ну получилось. Хорошо, ты там один, я все равно буду убивать. Ну вот мы видим, что сейчас уходит на Рошана парня из Вичи Гейминг. И что делать с Радиансом теперь? Это все было без Радика, без Аганима. О, боже мой, какие проблемы у команды Ньюби. На топе тем временем, наконец, наконец, зарабатывает четвертый фраг. Одного Шейкера поймали. Ну, понятное дело, что Шейкер здесь, в принципе, выступал в роли такого себе отвлекающего маневра. Но с другой стороны, у Шейкера деньги близились к Даггеру, и этот Даггер ему все-таки немножко отложили. Даггер, Раста, Радианс, Аганим. У Раст, между прочим, у него не только Даггер, у него Арканы, Урна и Грейджин и Стик. Это огромное количество денег. Это 5000 Нетворса. Больше, чем у Соло Медал Химика. Да, у Соло Медал Химика 4500 этой самой стоимости героя. Такие вот дела. 4.15. Ну, графики, я думаю, тут вообще смысла смотреть нет. Хотя мы видим, что еще минуты 4-5 назад все было не так страшно. Но вот за последних 2-3 минутки все очень-очень сильно изменилось. И Вичи Гейминг выходят вперед. Выходят вперед и по артефактам, и герои у них выглядят пока что мощнее. Мы, в принципе, видели, на что способен Алхимик. В глубоком лейте, там, Лайс Тилер, на что способен. Мы тоже прекрасно знаем вместе с Фурионом. Но я не думаю, что Вичи Гейминг будут затягивать. Вичи уже на нижней линии. Уже есть Радианс. Медведи от 1000 Галдуй скоро будут сверх Радианса. Ну и, наверное, план простой. Т1, Т2 на нижней линии. Это должен быть их план, если они не будут глупить. Они хотят задефать. Быстрый телефон от Брюмастера, и Хао бежит. Но задефы это один герой, а два оставшихся они продолжают давить. До вардовши, до Шамана уже ничего не осталось. Они у него уже откатились. И сейчас вот идет один телепорт. Тут Лио, ой, от Лиона, от Алхимика. Но Алхимик тут бесполезен. Реально бесполезен. Вот он поставит точку. Крипы разве что смогут чуть побыстрее поумирать, чем обычно. Лейкит у нас. Шадоу Шаман может нырять. Вот в чем дело. Бум! Ну вот. Бум, конечно, был. Но это по большому счету ничего не изменило, кроме того, что Шадоу Шаман сейчас прыгнет и убьет кого-то. На топе у нас Финрир, который не дает нормально пушить топ-линию. Здесь Брюмастер заходит в спину. Тавер. И... Все. Вот то, что происходило вчера. Просто в спину за Тавер заходит какой-то Кентавер, Брюмастер. Неважно. И ты не можешь дефить его. Вич и гейминг просто идут. 2 200 у Сайлора тем временем. На топе, да. Ксяуэйт нафармился и Некро 3. У него Фуизы, Некро 3 780 голды. У Хао появляется Сэндж. Сэнджин Яша? Ну, я не знаю. Саша Яша здесь такой артефакт, который тебе вообще ничего по большому счету не даст. Да. Это может быть Алибарда теоретически. Это должна быть Алибарда из Сэнджа. Ну, потому что Алибарда в любом случае дает больше, чем Саша Яша. Саша Яша это какие-то пассивные способности, которые тебе не дают конкретного преимущества в бою. Ну, Алибарда что? Кого? Ну, Медведя. Вот, что мы делаем. Но и Алибарда здесь не особо юзабельна. Тут нету какого-то там, какой-то марты, антимага, которого нужно вырубать. В принципе, можно кинуть на Медведя, но... Он все равно горит. Он все равно горит, он все равно жирный. И ты его все равно не убьешь за время действия Алибарды. И от того, что он тебя не будет бить пару секунд, ничего не изменится. Так что тут все очень-очень непросто. Может быть, просто для статов, для каких-то... Дальше будет нечто иное. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, он не будет дособирать из этого мяча грыженую версию. Но теряют последнюю тир-два вышку сейчас Ньюби. Не идут они ее дефить, не знаю, что... Ну, а почему бы Вич и Гейминг не пойти на топ-3, учитывая наличие Аегиса, учитывая наличие всего? Ворды у Расты есть, да, 10-й левел, но у них есть все. Они сейчас зайдут. Т-3 тавер. Да, здравствуйте, Ватт. Первая минута. Ровно 21-я минута. Привет, Вич и Гейминг. Передают сейчас всем, кто их не любил. Ультипарэйшник. Хороший подушкуленный. Привет, Бримастер. Ну, Бримастер залетел. Он сейчас там, конечно, Шороху наведет. Рутыка подходит. О, Хао погибнет. Венрир ошибается. Зайц Полсон в тучку не блинганулся и дал стан в землю. Точнее, Эхо Слэм он дал в землю. Ну, вот пошла. Хао просто один дерет сейчас. Хао просто погибает. Его один Супер убил. Супер. И еще и Блинкаут делает Супером. Сяо 8 тоже попадает под раздачу. Его там Шейкер сейчас руками замесит. Да, так и происходит. Шейкер убивает. Ну, и вышка падает. Шейкер пытается уйти. Сайлар по-прежнему живой. У него еще есть Эггис. Не будем это тоже забывать. Да, Сайлар останется здесь. Бай прыгает. Киксует Банану. Супер душ. Банана минус моментально. Мы бараки. Мы бараки. Бай-бай Банану не поможет. Лейдитульта парижная. Сайлар, иди сюда, братан. Минус Эггис. Хорошо, но Медведь остается. Медведь завязает. Алхимик сейчас просто взорвется. А Алхимик нет. Успевает спустить снад. Квардеев, вы поможете ему это? Покажется, помогает. Кажется, проблема у Супера. Супер замерзает. Его продолжают избивать. Подходит Алхимик. Но это минус. Медведь продолжает. Медведь вносит просто какой-то 3-0. Артемша Банана кормит минус. Ксяуэйк пытался убить. Сайлара не убил. Можно я напишу петицию, пожалуйста? Давай, на тему какую? На тему мою любимую. Посмотри на вас, пожалуйста, команды. А ты про это? Я про мою любимую тему с милишным Бараком. Я думаю, что, ну вообще, да, тут ты абсолютно прав. Тут как бы людям там не хотелось спорить или не спорить. Да, действительно, тот бы Барака не убили. Вообще без проблем. Ну, суть в том, что ВИЧ и гейминг. Здание неинтересное. Здание не проблема. Праги. Не, понимаешь, дело в том, что вот шутки шутками, а на таких ошибках погорела на групповом этапе не одна команда. Вообще далеко не одна команда. И Альянсы ошибались. И пару команд из Китая тоже ошибались. Вот китайцы, кстати, вообще не ценят эту тему с Бараками, потому что они обычно заходят с такой огневой мощью, которая способна стрелить любой Барак. Но сейчас не та ситуация. Да, сейчас не та ситуация. Нет, вообще ситуация та, то есть мощь хватает, но просто слишком много внимания на себя отвлекали Ньюби. Да, да, да. Ньюби действительно здесь выиграли время, то есть они выиграли для себя. Но мне кажется, что не хватит этого времени. Вот в чем дело. Да, сейчас отойдут ВИЧи, немножко подрегенятся. Они пойдут, они додавят. Это практически факт. Но, а вдруг они еще раз ошибутся? Вот в чем дело. Ну посмотрим. На данный момент отсутствуют байбеки абсолютно у всех, кроме Хао. Хао есть байбеки. Я, наверное, эту табличку оставлю, чтобы мы видели. Что же сейчас будет происходить? Да, копеек не хватает. Но одного байбека Хао может здесь не хватить. 23 минуты продолжается пуш. Ньюби Му. Будет давать стандротикей. Вот стандротикей. Форстап далековато. Му пока добирается до Ротикея. Получаем киксули. Тут же в лицо Ротикея. Шеккер отлично сажали. Хао нападает на него Ротикея. Да, ну и пытается... Ну и Ротикея не может умереть. Ротикея тут умрет. Ротикея! Ротикея! Нужно спасти этого Ротикея! Ворды! Спасает родового Ротикея! А он юзает еще и Мекку. Да, там, кстати, Лайстилер заныкался в хреба. Вот он вылазит. Ну и мы видим, что уже, кажется, побеждают в этом замесе парни из Вичи Гейминг. Да, Барану забирает Шану Шаман. Ну, двух саппортов только потеряли. Потратили-то ворды, расты. Ну, вот посмотрим сейчас. У Супера, кстати, еще дабл-дэмэдж есть. Но вот он скоро совсем должен закончиться. Му, пять секунд до следующей дни. Уверяешься на Дарак Пашку, Неси. Так, бай! Отличный блик по Мари Хао просто в секунде сбривает Хао. У него есть бай-бай. Нет, у него бай-бай, как у него столько, что был. Сто трех золота не хватает. А вот что он Блэйдер-Валат, невидимо, купил. Серьезно? Да. Это был Саша Яша, которая вообще никак не помогла в данной ситуации. Ну, да ладно. Вичи, гейминг. Играем так же, как и прежде. Очень уверенная победа. Блин, вот такую доту хочется комментировать. Вообще не переставляю 24 часа в сутки. Ну, потому что это дота, это не какая-то фигня, которую мы наблюдали там просто назад. Это, извините меня, любимые наши фанаты, не League of Legends со счетом 0-0 на 30-й минуте. Это просто вижу цель, не вижу препятствий.